Тихий, теплый денек, идет облет молодой пчелки. Семья, состоящая из четырех отводков. То есть тут было внизу два отводка и вверху. Три матки я продал и объединил. Матка тигровая продолжает червить. Метка у нее стерлась. Меток для зимовки есть. Вот эта семья зимовала, медовик. С нее не делался ни отводок, никак они не грабились, расплод не забирался. То есть прожила весь сезон сама по себе. Вот здесь восемь таких рамок я вижу, разбирать не буду, то есть медом она также укомплектована, себя обеспечила. А как правило я их отправляю на четырех рамках, поэтому тут, как говорят, и соседям хватит. Это видно медок, после откачки моих рамок акации они вычистили и принесли. А может носят с винограда, сейчас же виноград созрел, лопается, осы его едят, правда росы в этом году мало. Вот пчела вышла серенькая с крыльями совсем. Еще одна выбежала, крылышки на месте, ничем не поеденная, не покусанная, ничего не созрела. Вот выходит серая пчела, отлично. Ну я же вам показывал при лечении карасаном, дымил когда. Клеща на поддонах очень мало. Вот на двух рамках расплод, вы видели. Ну и пчелок сидящих рамок на пяти, не больше. Ну к зиме рамки может три будет. Мед-то есть, пчелки маловато. Одна надежда, что она вся молоденькая, серенькая, не покусанная клещом, пойдет зиму и перезимует. Ну может кого-то придется объединить, не без этого. На что способны пчелы. Слабенькие были, а приперли меда телевизоры. Матка продолжает червить. Не останавливается. Также медом укомплектованная. Рамки лишние уберутся, сократится. И на этих рамках, полностью залитых и половину запечатанных, поедет зимовать. Ну вот это даже не буду разбирать и показывать. Она осталась тут на двух-трех рамочках. Пчелка. Это также медовик, перезимовавший, носивший мед. Отводки с него не делались. Но это кандидат на объединение. И матка вроде бы хорошая, шустрая. Все при ней, как говорится, при теле. Ну вот таких две рамки расплода осталось. И в общем-то рамки две с половиной пчелки. Почему, как, в общем, история рассудит. Хорошая матка. И метку она приперла, как и все остальные. Но почему-то сильно просела. Облетается пчелка. Но когда больные пчелы, их много лазает около прицепа, под прицепом. Как вы видите, никаких, даже единичных особей пчелиных нет. То есть пчелы ничем сильно не заражены абсолютно. Клещ есть, цыпется. Других заразных явных болезней я пчел не наблюдаю. Друзья, сегодня у нас лето. 25 градусов тепла. Ветерок, пыльные бури. Дождя нет уже 110 дней. И решил откачать свои акацевые рамки. Свеже оттянутые вощины. Как я вам рассказывал, я ставлю вощину на акацию. Они оттягивают. И за ночь сейчас чистейший акацевый мед. Ну вот, четыре рамки первые крутнул. Выкачать с них ничего не смог. Мед, как клей. Поломались рамки. И на этом я завершил. Так что опыт отрицательный тоже есть. Все надо делать вовремя. Пусть стоит до весны, скормлю пчелам. Вот корпус. Здесь два. И там еще в комнате для откачки три. Шесть корпусов меда. А любознательные пчеловоды спросят. А не поела ли у вас сушь рамки, стоящие в корпусах три месяца? Поела. Вот таких три корпуса. Маломедных рамок. Моль повредила. Ну тут меда было вот примерно вот такие полоски. И пыльца у них была. Видите, пыльцой забиты рамки. Меда было мало, печатки было мало, только сверху. И здесь было побольше меда, видите, но пыльцы нету, не потревожило. И вот такие вот, видите, наросты этих, как говорится, моли. Вот такие три корпуса. Вот, видите, сколько было моря. Ну, как говорится, что ж поделаешь. Гору 43 градуса. Помирать не хотелось. Жив остался, докачал. Главное, на следующий год все будет нормально. Так что бывает. Три корпуса, вот, 24 рамки скушали товарищи. Но еще не все. Сейчас полез перебирать, смотреть, показывать вам. Вот пришлось, как говорится, мышку придавить. Начали мыши бомбить. Сушь, которая стоит на земле без дна, была она отсушке стояла. Открыл, видите, она начала или приносить для гнезда что-то, Вить. Ну, сейчас придется все подвесить под крышу прицепа. Или перебрать, поставить пока на дно сетки. Так что вот мое хранение суши под крышей прицепа еще раз доказывает, что там не заводятся ни мыши, ни моль. На практике все это подтверждено. А сушь, которая была с медом и не была прицепа, она, видите, вся целая. Так что можно хранить три месяца. Но это, видите, густой мед вырвало. Со свежеоттянутых рамок по щире. Так что эксперимент, в принципе, нормальный. Главное, что мы живы и здоровы, остальное мы купим.